Так, ну что, поехали. Так, сегодня план такой, нам нужно добить резюме и мотивационное письмо. Я думаю, что в любом случае изменения будут уже небольшие, поскольку главная вещь, которая тебя проведет по скринингу, скорее всего, это будет вот эта штука. Сейчас я включу. Вот это вот. На самом деле, я думаю, что если бы ты отправил CV просто вот с этой одной строчкой, ты бы прошел скрининг. Остальное значение не имеет, остальное это чисто формальности, что оно вроде как есть. Мы сейчас на это все остальное тоже посмотрим еще разок, но оно не так критично в твоем случае. Так, смотрю, ты решил оставить города, ты говоришь, потому что без них плохо смотрится. Ну ок. Да, я их выбирал, без них, короче, нужно полностью перекраивать систему. Я покопался, как выглядит этот документ, короче, типичная, не знаю, такая IT-штука, что очень сложно перестроить, чтобы одну колонку в которую не перенести. Ну, так, конечно, выглядит странненько, одна Москва кругом, но опять же, я думаю, что это не то, что прям сильный спорт. Окей, то есть я бы сказал, если бы я писал это резюме, я бы вот это все поубирал. Это совет тем, кто сейчас может смотреть и думать, как свое резюме доделать. Вот это я бы убрал. Если у вас одна Москва, если тут много разных городов и стран, стоит писать. Если в основном одна Москва, за исключением одного Франкфурта, вот можно туда написать, это будет достаточно. Так, хорошо, с этим разобрались. Work experience, он на прошлый раз был неплох, ты его здесь расписал. Смотри, вот эта штука не так пишется. Она пишется вот так. Million, потом плюс. Так, потом, структур, visualized информационно-профильм wounds from another military equipment manufacturer, which resulted in potential profit improvements of coordinated workflow of two interns. Ну, окей. Created recommendations for expansions in overseas TV markets, which resulted in successful entries. Entry... And you're finished at the tool, если честно. Ну, неважно, ладно. Все-таки не native speaker будет читать то резюме. Created media and TV data fact pack for 13 countries. Ну, это окей. Improved bank's current money by analysis of items. Окей. Так. Work experience, понятно. Extracurricular activities. Ну, здесь я бы написал еще твою роль. Кто-то там какой-нибудь там organizing committee member или еще тому подобное. То есть показать как-то свою активную деятельность. Не то, что прям сильно важно, но полезно его увидеть. Тем более, что ты всякие прикольные вещи здесь делал. Я рад, что ты эту штуку добавил. The investors reaching to the investment in the mineral. Ммм. Менеджерал. Что такое менеджерал? Ну, типа интервью с этим. С теми, кто привлекает и управляет. Я бы написал интервью с менеджерами. Сразу было понятно, что вы интервью проводили и о чем речь. Вот менеджерал, due diligence, я такой штуки не знаю. Так, awards and activities. Так, ну это, да, окей, оставил. Courses ты все-таки решил оставить. Опять же, вот здесь у нас с Ренатом были разногласия. Поэтому я повторю для тех, кто может смотреть и делать резюме для себя. Вот эта штука не нужна, ребят. Вот эта штука, она и так известна рекрутерам, которые набирают из ведущих вузов людей. Да даже не только из ведущих. Если ты бакалавр экономики, понятно, что там у тебя были закурсы. Вот это все никого не интересует. Чтобы занять место, окей. Если там ничего другого интересного не хотите рассказать. Если хотите что-то рассказать интереснее, то не тратьте место на вот это безобразие. Хорошо, мой тезис в следующем, что иногда за это можно зацепиться интервьюер, если захочет, он может развить эту тему. Например, если мы интересны... Если захочет, он разовьет эту тему из твоего образования. Вот отсюда это понятно. Если он захочет развить, он скажет, что... Ой, а что ты там делал? А ну-ка, расскажи. А что ты тут делал? Ну-ка, расскажи. О, ты в Рэш учился? Ну-ка, а что там было? И то его вряд ли заинтересует твое образование, если ты только не делал какие-нибудь жесткие там сумасшедшие модели. Ну и то вряд ли. Его это заинтересует, если он сам делал такие жесткие модели. В остальном вряд ли. Поэтому... В общем, окей, оставляй. Это не испортит твое резюме, но если бы был контент полезнее, его лучше было бы заменить на что-то более полезное. Вот так. Это я говорю для тех, кто может сюда еще что-то писать, особенно если у вас много extracurricular activities. Вот если здесь еще много всего можно дописать, то пишите что-то более контентное, чем курсы. Если нет, ну можно, конечно, но это все равно никто читать не будет. Так, interests, окей. Слушай, ну в общем, хорошо. Я думаю, что пусть так будет. Доправь вот эти мелкие штучки тут. Там two частицы, и это будет достаточно. Так, это у нас, значит, резюме. Опять же, повторюсь, что здесь главная вот эта штука. Я думаю, что вот она будет весь результат драйвить. Ну и честно нужно сказать, что драйвит результат на скрининге бренды в образовании и бренды в работе. С точки зрения брендов в работе, ну тут есть Тинькофф, но бизнес-эндвест не знаю, насколько там сильно котируется. Вот эти вещи, они не такие брендовые. То есть, может быть, там что-то действительно прикольное дело, но они не так смотрятся, как, например, какая-нибудь четверка или Procter & Gamble, или Goldman Sachs и тому подобное. Но вот это смотрится очень круто. И вот это должно подаваться. Так. С этим, значит, мы разговаривались. Это было резюме. Теперь письмо. Но так, ты его сократил, и в целом это хорошо, когда сократил, поскольку читать легче, особенно если оно еще структурировано, то это сильно помогает разобраться. Первая строчка. Первая строчка короткая. Это нравится здорово по теме. Сразу скажу, что хочешь. Вот это я бы выкинул. Дип-интерест никого не интересует. Но это, опять же, не испортит, по-разному. Я выкидывал, я выкидывал, но я решил, что это понравилось. Это не будет критично. Это не будет критично. Ну да. Так, потом. I believe consulting is the right option for me. Так, вот здесь ты начал реализовывать идею про то, что такое консалтинг. Для меня почему-то выбрал, потому что всем критериям подходит. Слушай, ну идея твоя про критерии была крутая, но ты здесь это недостаточно расписал. То, что ты расписал, просто окей, подходит по всем критериям, я сравнил с другими и понял, что консалтинг лучше всего. Но это просто тезис, клейм. А тебе ее нужно обосновать. Как ты сравнивал, по каким параметрам и почему консалтинг обошел вот эти индустрии? Ну, я согласен с тобой. Я думаю, это больше как для затравки, потому что обычно, ну то есть на интервью я это рассказываю. А если здесь расписывают то, что я рассказываю на интервью, будет а пересечений, б... Интервьюеры не читают твое мотивационное письмо почти никогда, поэтому можешь за это не париться, а читает рекрутер. А вот здесь рекрутер может подумать, что это ты поверхностно рассказал. То есть есть еще некий value, который ты можешь вложить в резюме, чтобы раскрыть вот эту всю ситуацию, а идея у тебя действительно очень крутая и нестандартная. Обычно люди просто начинают расхваливать консалтинг, а ты говоришь, что я провел анализ. Это круто, но теперь вот этот анализ хорошо бы здесь увидеть. Так, второе. Почему ты именно в Bain? Первый у нас был, почему консалтинг, почему Bain, почему ты? Хорошо. Структура ясная, поэтому двигаться легко. Второе. The reason I'm attracted to Bain company is because of its corporate culture towards employees. I find teamwork extremely important. Working long hours. Так, вот здесь что-то произошло непонятное. In Bain's one team attitude. Я не уверен, что это так называется. В McKinsey есть one firm. В Bain one team, я не помню. Если ты действительно видел у них такое на сайте, или они где-то такое говорили, окей, если нет. Я купил, да. Хорошо. Тогда хорошо. Altitude. Что такое altitude? Высота. Emphasizes this value. My expectations about the corporate culture were proven by my friends currently working in Bain company. Тут опять же claim. Можно их назвать. Кто? Я подумал, это вообще не вписывается. Я себе в скобках напишу два имени. Вписывается. Я долго думал. Знаешь, что ты знаешь людей, потому что просто каждый может написать my friends currently working in Bain and company. Вообще нерелевантных людей. То есть ты можешь никого не знать и так написать. Это из серии рассказать, вот там где-то... Это как снимают бюджетные фильмы, рассказать, а вот там был взрыв автомобиля. Не показать взрыв, а просто сказать, что он там был. Так и здесь. Ты просто сказал, что друзья у тебя вроде как есть, но не указать кого. Я бы указал. I'm looking forward to the possibility developing solutions with my one team and Bain. One team and Bain. Ну, ок. Ну, там было вообще другое, но я переделал к этому. Да. Помнишь, знаешь, что там было изначально? Там была длинная фраза, что там лучше люди, консалтеры. Да, да, да. Я понял. Окей. Слушай, ну я бы здесь еще добавил хотя бы одно предложение про то, как ты ходил у них на какие-то мероприятия, слушал про них. Это я сейчас выкинул. Это тут было, но я это выкинул. Мне кажется, что это хотя бы одним предложением важно, потому что это показывает, что ты сделал homework, что ты не просто прочитал у них на сайте или знаешь, что есть Bain, а ты немножко потратил времени, чтобы с ними разобраться, кто они такие. И ты потратил время, это правда. А интервьюеры-то сходу это не знают, и надо им сказать, что ребята, я сделал research. То есть тебе нужна здесь строчка, которая будет передавать мета-сообщение, ребята, я сделал research. Пока такое мета-сообщение не передается, потому что у тебя достаточно общий клейм. Хотя про OneTeam сказал, это прикольно. И сказал, ты его загуглил, хорошо. Но здесь можно добавить еще получше вот этот research. Хорошо. Ну, это у тебя вот та программа по обмену во Франкфурте, которая была. Да. У меня тут скульптура такая. Три тезиса, почему я подхожу, и по предложениям под каждый тезис. Да, да, я понял. Это, конечно, маловато, всего там одна стажировка на полгода. Но это, с другой стороны, это лучше, чем ничего. Почему про это не сказать? Так, я думаю, окей. Да, хорошо. My work in studying as well as practicing case championships has helped me to develop structural thinking. Я бы сказал тогда, work, work, studies and case championships helped me. Work, studies as well as case championships helped me develop structural thinking. structural thinking and then inspire me to organize and then to apply my analytical skills to build real business processes. Окей. Ты рассказал какой-то контент прикольный, того, чего еще нету в резюме. Хорошо. Потом делаешь summer. overall, I'll be able to be both fit and be able to contribute to the being and company environment. I hope to be invited to an interview. Окей. просто потому что до интервью ты не дойдешь и не сможешь там про это мясо рассказать. Поэтому удочку лучше закинуть прямо здесь. Удочку даже рисуем. Так. И здесь, смотри, вот это все по контенту, структура, ок, контент немножко добавить, и вот это основные мысли. Есть еще одна мысль, которая называется attention to detail. Я заметил, что у тебя здесь есть мелкие ошибки в тексте. Например, I believe consulting is the right option for me because it is the best fit to what is I find important. О, Господи. Смотри, вот такие вещи нужно вычитать не потому, что там нужно показать свое знание английского языка. Тут неважно. потому, что тебе нужно показать, что ты внимательен к деталям, что ты педантичен и скрупулезен. Если интервьюер или даже рекрутер подумает, что ты невнимательен к деталям, то на позицию интерна ты их интересовать не будешь, потому что основная задача интерна это быть внимательным к разным вещам, мелочам и не допускать всяких ошибок, за которых придется краснеть потом менеджер и партнер. Поэтому еще раз вычитай текст, и чтобы вот такое вот везде поубирал. Вот это даже хуже, чем отсутствие контента. Лично мне так кажется, поскольку это как бы портит весь имидж, который ты хочешь показать. Так, ну смотри, если резюмировать вообще все, что здесь происходит по CV и CL, то я думаю, что ты безусловно скрининг пройдешь, опять же, потому что у тебя бэкграунд подходящий, потому что у тебя хорошее образование, прикольная есть стажировка и в принципе какой-то опыт работы. Потом ты мыслишь структурированно, ты это изложил, если добавишь еще мясо, покажешь, что ты и заинтересован в компании, ты сделал свою домашнюю работу, и в принципе ты вполне себе подходящий кандидат, чтобы позвать тебя на интервью или на тест. Явно есть потенциал, поэтому вот если ты вот это все докрутишь, будет круто. Я думаю, смотри, как сделаем, давай в следующий раз мы с тобой будем обсуждать твои результаты по тестам, что там еще нужно будет доработать, а потом уже через раз будем кейсы решать. И вот в следующий раз перед тем, как обсудить тесты, давай с тобой посмотрим еще раз на резюме и CV, последний раз, я думаю, что потратим на это максимум минут пять, просто чтобы сказать окей, вот так получилось, круто, и значит, это мы и отправляем. Ну, чтобы показать людям, на что ориентироваться потом. И я думаю, что мы с этой вопроса закроем, он все-таки менее интересный, чем вещи, которые нас ожидают в будущем. Да, файн. Так что так, спасибо, Ренат, тогда до связи, я думаю, что на следующей неделе. Все, хорошо. Все, давай, пока. Пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok